Заболеваемость не ковидными инфекциями третью неделю остается на высоком уровне. Однако по сравнению с прошлой неделей врачи наблюдают небольшой спад. В цифрах это выглядит примерно так. Чуть менее полутора тысяч вызовов в прошлый понедельник. На прошлой неделе было зарегистрировано. И чуть менее 1300 вызовов было зарегистрировано вчера. Треть от общего числа это вызовы детям. Что для детской поликлиники, по словам главного врача района больницы Олега Дмитриева, ситуация чрезвычайная. Мы предпринимаем все необходимые усилия для того, чтобы обеспечить в полном объеме всех, обратившихся за медицинской помощью, как на дому, так и при обращении в кабинеты неотложной медицинской помощи. Мы для этого перемещаем наших сотрудников из кабинетов школьных и дошкольных учреждений, из сельского здравоохранения, методом ротации, потому что на постоянной основе сделать это невозможно. Там по основному месту работы у наших этих сотрудников есть свои функциональные обязанности, есть свои пациенты. Но, тем не менее, все-таки удается нам балансировать. Кстати, с учетом пожелания пациентов, потоки на прием в детской поликлинике развели, чтобы не смешивать заболевших с выздоравливающими. У нас на первом этаже, в правом крыле детской поликлиники, ведется прием в кабинетах неотложной помощи для первичных детей, то есть те, которые первый раз с признаками заболевания обратились за медицинской помощью. А на втором этаже, в левом крыле, значит, у нас ведется прием детей, которые пришли повторно. Часть из них, они уже как бы выздоровели, или, по крайней мере, так считают их родители. Там же, в левом крыле, на втором этаже, у нас и кабинеты приема по предварительной записи. В целом, в пиковые нагрузки, а это, как правило, по понедельникам в районной детской поликлиниках, а также в Краснозаводской, наблюдаются срывы в оказании помощи на дому. Врачи не успевают на все заявки или сильно задерживаются. Одна из основных причин – возросшая заболеваемость среди самих медиков. Мы сейчас отрабатываем модель коммуникации с пациентами, которых не успели обслужить, в режиме так называемой телемедицинской консультации по телефону. Можно решить многие вопросы и по телефону. Мы это хорошо, в общем-то, усвоили во время последнего такого мощного подъема заболеваемости в январе-феврале, вызванного штамма «Микрон», что и вот эти телемедицинские, так называемые, консультации по видеосвязи или просто по телефонной связи. Кроме того, появилась возможность дистанционно закрыть или продлить больничный. Сделать это можно через QR-код, который создан на сайте районной больницы. Что касается детей, то без осмотра у врача открывать и закрывать больничные листы нельзя. Екатерина Фурсова, Кристина Макаревич, программа «События».